МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфир информационная программа репортера студии Светланы Князева. Добрые ранницы. Выники социально-экономичного развития региона за первой погодой стали главной темой выездного посадения Гомельского облаканкама, которое отбилось в Луеве. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Невеликий райцентр стал местом посадения Невыпадкова. В минулом году Лоев пополнил спис самых бедных регионов Беларуси. Тому еще ранее старшиня облаканкама Владимир Дворник дорушил распроцовать меры, чтобы Лоев больше не трапил безрадостный рейтинг. У посадения удельничали старшиня выканкама и администрации районов, керавники структурных подразделений у розных ведомствов, директоры буйных предприемствов. Говорка ишла о проблемах, которые не дозволили выконать прогнозные показчики в полном объеме. Хоть по широку параметров Гомишина уходит у тройку лидера Украины. Картину псуют негативные моменты. Один из их загруженных складов готовой продукции. Шляхи выращения, на думку губернатора, видовошные. Сегодня есть механизмы, которые поддерживаются правительством и главой государства. То есть у тебя остатки, ну ты видишь, что дальше перспективы нет. И остатки лежат. И они дорогие. И они не пойдут. Но принимают совместные решения и продали по дешевой цене, получили оборотные, но закрутили производство, зажав все свои затратные механизмы. У якости становшего приклада по скорочению выдатков отзначено предприемство Гомишкло. За короткий час тут сдолили снизить себе кошт готовой продукции на 33%. Завод знайшел по ставке больше данной сыровины. Задача стоит одна – увеличить объемы производства вместе с сокращением затрат. Для того, чтобы продукт гомельских производителей был конкурентоспособен по цене. Другое питание посаджения – выконание бюджету, формирование его доходной частки ишло довольно напружено по причине тяжкостей, які переживая экономичный сектор. Тем не менее, выплату заробков и отпускных работникам бюджетной сферы удалось забеспечить, практично не притягиваючи ресурсы республиканского бюджету. А узровень кредиторской запазышенности по сродках бюджету – наименьшийся род региона Украины. «Первое полугодие показало, что второе будет непростым. Поэтому всем необходимо, естественно, работа над доходами. Маленьких денег не бывает. Для нас важны все доходные источники. В рамках законодательства собрать вовремя и в полном объеме. Ну и, естественно, по расходам. Очень внимательно надо относиться к бюджетным средствам, грамотно проводить процедуры закупок, не допуская неэффективного их использования, средств бюджета». Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Телерадиокомпания «Гомель» Злоева. Статистика зворотов грамотян наших региона до мясцовых органов Улады и наибольшастые помилки при этом сбоку насельництва обмерковывались подчас программы «Задай питание Уладе» на хвалях «Радио Гомель плюс». На питание «Радоя слухачу» упромым эфиры отказывал уголовный специалист отдела по работе со зворотами грамотян и юридичных особ Гомельского облаконкама Александр Белодедов. По час передачи было огучено. За первое по угодзе 2015-го во усе выканавшее и распорадшее органы Гомельской области поступило больше за 13 тысяч письмовых, вусных и электронных зворотов. Что тычется, у приватности Гомельского облаконкама за этот час сюда поступило больше за 2 тысячи зворотов грамотян, что на 16% вышло по равнанию с аналогичным периодом минулого года. Частей за усе люди звертаются с проблемами у сферы будовництва и жильевой господарки, а так само працевладкование. Як показывает практика, довер у насильництва до мясцовых органов, что год неухильна растепрах, это свечет и прямые телефонные линии, которые проводятся на Гомельщине каждую субботу. Каждую субботу проводятся прямые телефонные линии руководством Гомельского облсполкома, а также областного совета депутатов. Подобные линии проходят и в районных исполнительных комитетах. Граждане довольно часто пользуются данной формой работы. Я могу сказать, что порядка 20-25% обращений, которые поступают на данные линии, в настоящее время удовлетворены. Доверие населения к власти растет, что свидетельствует о том, что все больше и больше граждан обращают для того, чтобы разрешить интересующие их проблемы. Подтримку уборочной кампании активно оказывает Держа-Аутоинспекция. У меток забеспечения на дорогах региона без спеки с супрацовниками ДАИ ожидается сопровождение комбайнов и грузовых автомобилей, которые проводят работы на палетках. Про доставление сельско-господаршей технице права на пешечерговый проезд скрыжевания у магистралей и автодорог, которые характеризуются повышенной колькостью автотранспорта, не только важная мера без спеки, но и значная допомога аграриям в справе уборки урожая. Нередко это экономить водителям часы непосредственно отбивается на темпах полевых работ. Во всех районах Гомельской области подразделениями ДАИ створены мобильные группы по забеспечению беспирошкодного руху сельско-господаршей техники. Сегодня в управлении ДАИ Гомельского облаканкама отбудется брифинг измытой информации населения о выкористании платежных терминалов при оплате штрафов за порушение правилов дорожного руха. Начинаючи с жнивня бегущего года, процедура оплаты штрафов за незначные порушения спростится. Усяго 60 сучасных платежных терминалов будут усталяваны у службовых машинах ДАИ, 20 из которых будут знаходиться у Гомеля, остальные на территории области. Водитель сможет расплатиться с допомогой своей банковской картки одразу на месте порушения. В перспективе плануется обсталявать платежными терминалами большую колькость службовых автомобилей. Новый сезон экспедиции распочали выхованцы Гомельского областного эколога-биологического центра детей и молодых. На этот раз местом доследования молодых экологов стал Калинковицкий район. Разом с ними в вандровку отправилась и наша здымочная бригада. Маршрут экспедиции юные экологи распрацавали загадя. Первой кропкой стал районный эколого-биологичный центр. Гомельские доследчики познайомлися с его выхованцами, доведалися про головные накерунки деянности установы. Оценили внешний выгляд территории, побывали у музея природы и навыд посебравали с насильниками мясового живого кутка. Наш центр, ребята, функционирует с 1978 года. В нем работают 14 педагогов и его посещают около 700 ребят города. Далее группа экологов накеровалась и в вёску Юровича Калинковицкого района. Доследчики пройшли стежками прешобытного человека и наведали мясовый музей истории. После экскурсии по мясовых славутостях молодых экологов чекало галунное задание – доследование «Заказник Острельский». Подчас вандровки балясных стежках экологи не раз устракали довольно редкие виды живёла у птушек и рослин. Утемлик у водных насильников в озеро Литвин. Не мало было сярод их и представников «Червоной книги». Челин плавающий или орех водяной. Растет в озерах и медленно текущих рек, разрастается до 5 метров в длину. Благодаря своему плоду, который похож на голову быка, он прославился в Китае как минимум уже 3000 лет. Его варят и используют как лёгкую закуску. Вертающийся заказника, цикавные экологи не смогли проехать мимо крынички и на свой густ поспробовали живую воду. А так само провели необходные вымярения с ёй. И гэта далёка не усе пункты маршрута заимальной экологичной экспедиции. Подробязную версию глядзіць уже худка у телепроэкці «Экошкола». Катерина Жданович, Сергей Климович, Александр Александронец, телерадиокампания «Гомель». Глядзіць сёня у вечера на «Беларусь-2» чарговый выпуск программы «Экология Гомельшины». Сумесный проект телерадиокампании «Гомель» и «Гомельска» областного комитета природных ресурсов и аховы новокольного сяродзя. У центра уваги у дзельников Гутарки якость и ахова атмосферного поветра в нашем регионе. Як на ситуацию уплываюць предприємствы «Гомельшины» и автомобильный транспорт. Отказа на надзённые пытанні глядашоу «Беларусь-2» и коментары экспертов. Гэтай не толькі у программе «Экология Гомельшины» уже сёння у 17.15. У Гомеле завершывся двухдзённый чемпионат по воротовальным «Шматборье». Удзельниками с поборництва устали супрацовники освода с 15 районов в области. Свои навыки и профессийное майстерство воротовальники демонстровали у некольких элементах программы. По выниках с поборництва первое место у агульнокомандным залику заняли супрацовники Жлобинской воротовальной службы. На другую приступку пьедыстала узнялися протстовники Добружской. Замыкають спис лидеров ветка учани. За ходом проведения чемпионату назирала наш корреспондент Вероника Ворошилина. Худкость, спрыт и зладженность деяния увозят головные ориентиры у дельников 40-го чемпионата по воротовальным «Шматборье». Все это у делу с поборництвах приняли 60 супрацовников, а свода – с 15 районов Гомельщины. Воротовальникам требовало переодолеть складанные, а лицалком реальные для их профессийной деянисти ситуации. Эти упражнения продиктованы жизнью и ничего отстраненного от жизни здесь не происходит. Здесь все, что применяется в труде. Каждый вид имеет равный вес и для победы нужно показывать достойные результаты в каждом из упражнений. Свои навыки и профессийные мастерства воротовальники демонстровали у некольких элементах программы. Заплыв у дельников вольным стилем на 100 метров с переодолением пирожкот. Подача воротовального круга на далекость и трапность. Транспортировка манекена на дистанции у 50 метров. Лепший час у гэтым залику – 44,57 секунды. Дарычу, каждое выпробование продуглеживало худкость и якость его выполнения. Поменавито от сукупности гэтых складников, у працы воротовальников часто залежит человеческое життя. Не глядяши на то, что с подобными ситуациями у дельников чемпионата уже доводилось сутыкаться у профессии, паша с поборництва переживаний ухопало во всех. Бодай самым ведовичным с поборництвом программы, в яким удельничала одразу вся команда, стал выход воротовального катера по тревоге с пошуком манекена. На выконании этого задания было отведено не больше за 5 хвилин. Оценивалось правильность деяния у каждого особого удельника, что затем уплывало на огульнокомандный выник. По закончанию всех с поборництва были вызначены переможцы в особистых и командных залейках. Пальма-першинства шампионату и знов завоевали супрацовники Жлобинской воротовальной станции. С 2010 года мы областные соревнования берем первые места, стараемся, тренируемся постоянно, то есть оттачиваем свои профессиональные навыки, плаваем, кидаем круг, то есть транспортировка манекена и так далее и тому подобное. Дадимый чемпионат, як означают организаторы, это вельми добрая тренировка, тому что уже завтра воротовальники вернутся до выполнения своих профессийных обовязков. Треба означать, что за 6 месяцев бягучего года я не уже попередили, больше за 2000 неосчастных выпадков. Выротовали на водоемах 19 человек, за яких четверо – дети. Чемпионат по воротовальным шматбурье уже не первый раз показал, что злопроцовники освода готовы до выконания задач по охове жития у людей на водах о выпадке возникнения любой заштатной ситуации. Однако каждый повинен памятать, что безпека здоровья и жития у первую черву залежит от нас самих. Мы обращаемся с большой просьбой к жителям нашей области строго соблюдать правила поведения на воде, правила купания, не находиться в одиночку на водоеме, особенно тем людям, которые страдают различными хроническими заболеваниями, не совершать дальних заплывов, не переплывать в водоемы, что может привести к несчастью, не находиться на воде в состоянии алкогольного опьянения и не потреблять спиртные напитки около водоемов. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель». И на приконце выпуску об надворье. У Беларуси на гэтым тыдні температура крыху нежей за климатичную норму. У Гомельской области сегодня чекается воблачное с прояснениями надворье, без опадков. Температура по ветру днем до 24 градусов тепла. На выходных дзенная температура повысится до плюс 27. Опадков так само не чекается. На гэтым наш ранешний выпуск завершенный. У студии працавала Светлана Князева. Доброго усім дня и до сустречы у эфиры.